I have ways of blowing things up. Прилипло в разговоре тут между ребятами. Так, покажи себя нам, чем ты был, чем ты являешься, чем ты стремился стать. Я личность? Погодите, а это с какого момента? А это почему? А можно мышку? Да, спасибо. Я то, что другие видят во мне? Нет. Я личность, но я не то, что... Ну, тут нет подходящего варианта. Из того, что здесь есть, пожалуй, вот этот более подходящий. Это лишь малая толика видимой части твоей личности. Что это значит? Показать кому-то каждый аспект того, что делает тебя тобой. Все меняется и течет. Нет, невозможно, даже я не знаю, кто я, как другие могут меня познать. А, достаточно достучаться до них, потребовать изучить меня, та... Вот, даже я не знаю, вот. Полюбить себя через любовь других, познать себя через маленькие ритуалы правды. Мы все одно дышим в едином порыве ритмично, становясь чем-то еще, пульсируя. Я есть, я есть, я есть. Так, ребятушки, немножечко прервались, я, честно говоря, забыл сходить за холодным печем. Собственно, сейчас оно со мной. Хоть в комнате и комфортно, но все же лето обязывает. Неким, так скажем, замашкам на комфорт. Ладно, пусть так будет. Я есть, да. Мы есть, мы. Ну, как бы... Я бы предпочел, чтобы я, чтобы никакого паразита, чтобы никакой РН, чтобы никакой Бладвард, чтобы никого из них. Туалет, кровать. Вентиляция. Открыть нечем. О, у нас есть такие опции. Туалет. Ну, хотя бы не ведро. Кровать. Тут я проснулся. К великому сожалению. Стена контейнера. Где? Что это за фига в контейнер? Кстати, да, мы же вроде как... Ужинали все дела. Почему мы здесь? Дверь. Заперта. Через замочную скважину ничего не видно. О! Клариса. Какого черта? Почему они меня поймали? Так. Ты очнулся? Твой черед заваривает чай. Ха, у нас тут только продвинутые технологии. Отчаянника нет, извини. Зачем ты меня выследила? Ну, боюсь, ты не оставил мне ни одного выбора. Убей ее, пожалуйста, через эту штуку ты сможешь. Просто тыкни его так вот в глаз. Череп насквозь и все. Что за фигня внутри? Это симбиотический организм, который делит свой генетический код с носителем и очень быстро переписывает его во что-вот совершенно новое. И теперь он у меня... Он у меня в полной безопасности. С его помощью только заставишь всех страдать, как всегда. Я использую это положение, чтобы не допустить перекоса. Если бы не я... Если бы не я стала заниматься плотью, за это взялся бы кто-то другой. Все было бы в разы хуже. Обезьяны думают, что они неприкасаемые. Это уже выходит из-под контроля. Да нафиг мне про тех девушек-то. Ты просто оправдываешься. Ты не готова видеть мир моими глазами. Сейчас меня заботит лишь факт того, что артефакт внутри тебя. Артефакт-факт. Каламбурчики. Ты хочешь обладать силами меня тела? Я хочу доказать, что то тело, в котором ты родился, ничего не значит. Что все можно изменить, даже тела. И что лишь поступки важны. Что все можно изменить, даже тела. Да. Обезьяны скоро все поймут. Тогда тебя подадут им на стол. Ха, ты их переоцениваешь. Они лишь глупцы с сильными телами, которые трясутся за наследственность своей власти. Все пойдет не так, как тебе там напридумывалось. Я, пожалуй, пойду, Говард. Мне правда жаль, что все вышло именно так. Иди, да, лесом, Клариса. Похоже, снаружи кто-то есть. Судя по запаху, не Клариса. О, Белль. Ничего личного, но мне нельзя с тобой разговаривать. А, это доктор? Если кратко, нет, я ученый. Что ты изучаешь? По большей части я вирусолог. Сейчас моя основная специализация в молекулярной биологии и вирусной терапии. На Кларису работаешь? Ну, типа того. Да, она мне платит. Она дала мне эту работу. Но когда дело доходит до исследования, у меня полностью развязаны руки. Ну и зачем я здесь? Да, нам нужен для опытов. Больше ничего не знаю. Получается, Кларис тебе не доверяет, а? Да, я просто не задаю вопросов. Некоторые вещи просто меня не касаются. Но мне жаль, что ты попал в такую ситуацию. Тебе-то что? Полагаю, ты вообще не знал, что такое артефакт. Тебе просто крупное не повезло. Ничего личного. Ммм. Для меня личное. Я лучше пойду. Надо еще много чего подготовить. Мали нафиг. Теперь что? Столик. Пустая полка. Или столик. Вряд ли пригодится. Нужно вентиляцию открыть. Я бы мог опустить руки и ждать... Нет. Не сегодня. Ааа. Вот для чего вентиляция. Я думал, это мой шанс сбежать. Почему артефакт себя больше не проявляет? Мы же до этого его использовали. Почему мы не можем накинуться на Кларису, на Зайца вот этого? Ручка. Кажется, она бронила ручку. Теперь она моя. Во-во-во. Это наш шанс. Ты уже очнулся? Наконец-то, да. Что ты там говоришь? Закончила? Ну, по ее разговору видно, что она, собственно, не видит у нас ничего человечного. Она видит нас именно как эксперимент, как опыт какой-то. Это изменит и тебя. Я могу что-то делать? Нет. Минимизировать ущерб. Ага. Артефакт продолжает со мной разговаривать. Артефактик! Давай-ка мы наваляем кому-нибудь. Трансформация стала необратимой, и все возвращается к истинному порядку вещей, неудобству и неизвестности. Все, что мы сделали... Все, что сделали с нами. Мы ворвались в эту новую личность, и нам придется нести на себе бремя ее утраты. Может, венуит ему наше рвение, что повредило оболочку. То, что делало нас единой сущностью, давало нам очертания. И вот эти вот разговоры типа голума сейчас, когда мы и нас, и раздание личности. Мы вместе, мы все становления. Движений больше нет, лишь строящаяся сквозь время неподвижность. Ожидание конца, смещение границ, начало новой цели. Ничего этого не будет. Требуем цели. Мы продолжаем цепляться за прошлое. Наши конечности скользят в веках слизкой жижи. Ого. То и дело касаясь осколков травм и событий, которые могли бы пролить свет на причину нашей боли. Принимаем тишину и чувствуем через нее. Ничто не вечно. Никто не знает ничего. Мы будем. По-моему, артефакт стал развиваться. Смотрите, его стало больше. Книга. За стенами. Хизы Шафиц. Спасибо, Белль. Открыть обложку. Первая страница написана от руки послание. Почитать. Белль. Надеюсь, эта книжка поможет высечь из круга, когда ты окажешься в полной темноте. Это ее книги, которые ей подарили. Это для нее подписано. Аннотацию. Что это за стены? Стены, окружающие нас, физически, эмоционально. И как нам пробиться за их пределы продолжить чтение? Физик и удостоенная многих наград писательница Шафиц проводит в этом труде кропотливое новаторское исследование истины природы счастья. Так, как раз то, что нам сейчас нужно знать на середине. А, страница выпала. Припрятать. Приберегу на всякий случай. Так, книгу на место. Не так я хотел спастись от реальности, но это все же лучше, чем ничего. А куда книги делись? Я слышу шаги. Быстрые. Доброе утро. Как самочувствие? Каковы результаты опытов? У меня пока что не было времени провести анализы. Мне жаль, но будут еще опыты. Не пытайся успокоить свою совесть с тем, что ты, типа, добренькая со мной. Если тебе от полного игнора с моей стороны будет легче, дай знать, хорошо? Я предпочту искреннюю доброту. Не знаю, открой, что лег, но тут ужасно душно. Ладно, это я могу. Спасибо. Говардок. Что ты мне принес? Записка. Прочитать. Говард, если ты получишь сообщение, ищи меня там, где я спасла твою задницу. В 9 каждый вечер я показала гусю твое фото, попросила проверить все самые необычные места. Фиг ли, гусь меня нашел. Извини, что я тогда не пришла, за мной был хвост, я волнуюсь за тебя. Просто я про тебя поспрашивал, но так ничего не нашла. Надеюсь, скоро мы снова попьем чаю. Рене. Эх, ты меня нашел. Если бы ты мог сказать, где я нахожусь. Я могу написать ответ на странице. У меня есть ручка и страница, да. А, за всем стоит клавица и наука обезьяны. Обезьян был органический образец, так он делал клоны. Теперь он во мне, но я борюсь. Больше места нету. Спасибо, друг, лети осторожно. И тебе тоже. Перо. Смотреть себя. А, этот бинт так натирает. Вернуться. Не, погоди. Пога... Подожди. Осмотреть бинт. Бинт весь запекшийся крови. Часть ее, неестественно, темная, почти черная. Перемотана так крепко, что кожа под бинтом саднит. Снять. Так-то лучше. Что они с вами делают, когда я в отключке? Что хотят найти? Аккуратно осмотреть грудь. Кровь не идет, похоже, под бинтом нетран. Зачем она тогда вообще была замотана? Трогать опухоль. Не знаю, смогу ли я вообще прикоснуться к этому голыми руками. Иногда чувствую, как она меняется. Потрогать. Шалмоляющее ощущение живого и теплого. Жесткие грани и мягкие пульсирующие плато. Положить бинт в карман и вернуться. Еда. Суп. Ненавижу суп. На подносе также лежит немного масла и кусок хлеба в пакетике. Осмотреть. Так я могу выжить, но возможно полностью потеряю желание жить. Не хочу, честно говоря. Не, не буду. Веришь, что у меня получится. Припрятать масло. Масло. Все, мне еще понадобится. Меня довольны. Насчет масла, да. Согласен. Да. Тебя зовут Белль. Да, как ты узнал? Я тут в книге надпись нашел. Стиху, кто мне пробудилась в телепате. Я не забыла, что она подписана. Ну да, это не то, чтобы секрет. Это все подачки Бладвард. И я дарю ее тебе. Наверное, ты бы хотел послушать радио или еще что-то, но сигнал тут не очень. Подачка от Кларисы, я тронут. Я знаю, это малость, но может в этой книге ты найдешь то, что тебе поможет. Оставь меня нафиг в покое. Как пожелаешь. Спасибо. Не хочу с ней разговаривать. Хочу узнавать про нее что-то. Нужно сопротивляться. Опять опыты. Фига себе ты с размаху запихиваешь эти шприцы. Если у меня будет шанс ее убить, я ее убью. Какая бы ты ни была ученая, существует человеческий фактор. Да, мисс Бладвард. Артефакт реагирует на опыты, да. Конечно, я буду очень аккуратно. Угу. Будешь. В гробу. Все было напрасно. Самого акта существования достаточно. Есть только изменения. Чем были до этого? Чем мы становимся? Одно целое с предыдущими инкарнациями себя. Одно целое с единиями непрожитого будущего. Одно целое с бесконечным множеством личностей, выбранных нами и тех, что выбрали за нас. Сегодня я должен сбежать. Я отказываюсь тут умирать. Ну же, я знаю, что ты там. Подслушать и постучаться, это разные вещи. Как себя чувствуешь? Сама как думаешь? Я могу только представить. В любом случае, будь готов к новым опытам. Скоро начнем. Ты соучастница. Я знаю, я не прошу прощения. Это моя работа, мне нужно было ее делать. Готово. Прошу, поешь, это важно. Отраз грязный и забивший от крови. Моей крови. Раковина. Грязный толчок с раковиной на сливном бачке. Намочить бинт. Может, это поможет так. Что теперь с этим делать? Еда. Ням. Маленький кусочек переваренной рыбы с недоваренным рисом. Поразмышлять о еде. Мы поглощаем субстанциями то, что внутри нас. Но это хотя бы не суп. Я это съем. Рыба на вкус, как туалетная бумага. Рис хрустит на зубах. Вы пытаетесь сконцентрироваться на получении питательных веществ. Не заостряя внимание на вкусе. Затолкнуть. Ай. Ощупать я кость, что ли? Это внутри нормальная такая рыбная кость. Я могу себе насмерть все горло распороть. Оставить себе. Почему я такой? Не трогать еду. Чтобы не случилось, нужно сделать так, чтобы в этот раз газ меня не вырубил. Поднос с едой. Оружие мое. Ниночку, я же намочил вентиляцию. Я же намочил себе эту повязку. Я могу теперь обмотать рот. Газ может пойти. Я могу повязать мокрый бинг на морду на манер маски. Я думаю, да. Лучше, чем затолкать мокрый бинг в шахту вентиляции. Это ничего не сделает. Если я крепко замотаю рот и нос, я буду вдыхать меньше газа. Так я хотя бы не сразу отрублюсь. Да, давайте. Так вовсе я чувствую. Я надеюсь, что их сработает. Нужно шевелить мозгами. Баль думает, что я в отключке. Я могу притвориться, что отключился. Рискованно. Так как она откроет дверь и подойдет ближе ко мне. Симулировать обморок. Да, у меня есть кость. Так она должна за мной зайти. Будем ждать. Что у тебя на лице? О, нет. Не надо. Старлотер Белль. Прекрати. Почему ты сознание артефакта? То, что как-то смог. Восстановление. Мы не хотели умирать. Знаю, ты, должно быть, меня ненавидишь. Но прошу, не делай мне больно. Я смогу. Более нет. Тебе не так долго осталось. Думаю, тебе стоит это знать. Передай вами, что мы... Нам предстоит самый долгий путь. Ладно, чтобы выбраться отсюда, тебе нужны ключи. Мы хотим увидеть результаты опытов. Тебе они не помогут. В основном это необратимый... Необработанный массив данных. Это еще нужно проанализировать, сравнить. Нам нужно их увидеть. Файлы вон там, на компьютере, Бовард. Мне так жаль. Прощай. Жаль. Тоска. Ни хрена не понимаю. Жаль, что мы ее отпустили. Я бы ее убил бы, на самом деле. Камера для опытов. Я бы тут все разнес в щепки. Ну, так устал. Бежать я не могу, кстати. Терминал. Белль Луиза Карсон. Опытный день. Первый. Первый комплекс экспериментов призван выяснить физическое состояние подопытного и его болевой порог и реакцию на внешние раздражители. Первичные опыты показали, что болевой порог, испытуемый намного выше обычного, а также выявлен повышенный уровень гормонной агрессии. Полный диапазон данных в приложении. Второй день. Второй комплекс экспериментов призван заложить основы понимания артефакта в части алгоритма его контроля моторной функции носителя, а также способности к регенерации. Выводы следующие. При сращивании с данным подопытным образцом артефакт медленно начал разрыв проводящих нервных путей и усилил парасимптомические части вегетативной нервной системы. Третий день. Задачей третьей стадии эксперимента является разделение функционала и освоение РНК и ДНК связей. Так. В случае смерти пациента будет проведено вскрытие и попытка снова изолировать артефакт для дальнейшего изучения. Прочти меня. Ты, ты, я, мы, а ты, ты, есть я. Я, кто я, кто я. Мы есть мы, мы, есть мы. Мысли вслух. Изучить имеющиеся данные по психологической травме, связь с нейропатией, есть ли зависимость, тезис, психосоматическое влияние на артефакт. Также изучить иммунный ответ на образцы распространяемых вирусов, собранных в городе и за стеной. Сравнить городские... Сравнить городская среда и иммунный депрессант. Причина. Опыты... День... День 3040... Не может быть. Нет. Опыты продолжаются. Нас не так много... Нас. Времени в обрез. Но надежду не сломить. Меня не сломить. Мы не можем позволить всему закончиться сейчас. Изменения всегда лучше в уничтожении. Мы, наши гены и наши гены. Все, что у нас есть. Мы есть, мы есть, мы есть. Погодите, это... Хорошо, наблюдение 0. Так странно наблюдать за ростом физической массы в реальном времени. Эта штука угнездилась у него на плечах, будто капюшон какой-то. Сегодняшние опыты подтвердили, что его болевый порог намного выше обычного. Это кажется вполне разумным. Он уже несколько дней ходит с этой штуковиной. А болевой шок до сих пор не наступил. Очень жаль, что мы не могли задокументировать все изменения, которые произошли в днем с самого момента контакта. Иногда я задаюсь вопросом, что играет в этом процессе большего роли? Его собственные данные или влияние артефакта? Похоже, подопытный страдает от кошмаров. Он рычит, мечется и дергается во сне. Иногда даже что-то шепчет. Спит ли он вообще? Иногда кажется, что он ведет сам с собой какие-то воображения спор. Но он спорит с артефактом. Скорее всего, ему недолго осталось. Даже если мы сейчас его выпустим, он очень скоро погибнет. В какой-то мере тут ему даже лучше. Конечно, сам он уверен в обратном. Мы зря теряем время. Эти цифры и буквы ничего не значат. Мы должны двигаться дальше. Мы должны воплотиться. Мы должны быть. Да, мы есть. Заметка. Его зовут Говард. Не знаю, зачем меня именно. Я захотел заострить на этом внимание. Но этот показатель... Но это показалось мне важным. Его зовут Говард. Надо двигаться дальше. Мы есть. Жалко, я с ней ничего не могу сделать. Акт пятый эпилог. Это не может так закончиться. Вы чё? Здравствуйте, Клариса. Министр, надеюсь, у вас всё в порядке. Так, хорошего вечера. Буду краток. Следующая поставка прибудет по расписанию. Что заставилось думать иначе. Ты неделю не выходил на связь. Что-нибудь замыслила? Не больше обычного. Не больше обычного. Но должен донести твоего сведения. У меня произошло нечто довольно примечательное. Кто-то влез в мой кабинет. Не знаешь, кто мог направить ко мне взломщика? Было украдено что-то важное. Украли кое-какие документы. Среди них были бумаги, связанные с нашим общим делом. Ты, случайно, не знаешь, что может связаться с этим делом? Возможно, ваша домработница. Пажва работает на меня уже долгие годы. Это невозможно. Хорошо, я верю тебе. Пока что. Надеюсь, вы скоро найдёте этого злодея. Конечно. Если птичка тебе что напоёт, прошу, дай мне знать. Это может аукнуться нам обоим. Конечно, я о себе позабочу. Надеюсь, вы тоже. До свидания. До свидания. И не то, чтобы хочу играть за кларицу. Надеюсь, он её сейчас убьёт. Я не пытаюсь тебя запугать. Хочешь сказать, что я стол в спину – это понятие дружбы? Че, наверное, отрывают отчаянных мер? Только так я могу быть уверен, что ты придёшь. Не привыкла, что тебе могут отказать, да? Можешь идти. Как ты меня нашла? Какой-то нарик напел мне про тебя моему дилеру. Бладвард, ты должна рассказать мне всё, что знаешь о городе. Немедленно. Он заражён переписывающим ДНК организмом. Что за организмом? Что ты имеешь в виду? Он, ты, естественно, переписывает ДНК. Вот, ну вот. Надо превращать тебя в нечто совершенно иное. Мы не знаем причины. Что? Откуда он вообще? Важно ли что, что обезьяны больше не обладают? Я не знаю, он нашёл министра науки. Блин, Клариса, прошу тебя, скажи, что случилось с городом. Ты его мучила? Хе, я его отпустил. Офиглянно, я его отпустил. Он сбежал. Ты проследила, куда он пошёл? Он жив. Где он? Думаю, да, можем поискать его вместе. Ты и я. Где-то за стеной, но, уверяю тебя, его ищут. Это моя здесь? Мистера Лоттера больше нет. Типа, надо биться новый напарник. Я знала, что ты сумасшедший, но ты, правда, думаешь, что я буду работать на заправил криминального мира, которое в сговоре с вирающей элитой тайно пожирало невинных? Я вот это скажу, но это вранье. Бизнесом? Это были горожане, живые души. О, абьюзеры, мужья. Так я могла контролировать обезьян. Ты убийца. Возможно, но это уже в прошлом. И чтобы я похлопал тебя по плечу. Я читал твою книгу и доказал, что не боишься обезьян. О, я боюсь их сейчас больше, чем когда-либо. Я хочу покончить с обезьянами и их стеной. Извини. Мне нужен кто-то способный, чтобы поднять народ на революцию. Просто так, кто станет лицом всего движения. Ты что, блин, рехнулась? Все может быть именно поэтому это хорошо в своем деле. Ты что, правда, хочешь снести стену? Я думаю, видишь, какие возможности есть, ты все поймешь. Стены построены не просто так, за ней лишь погибель. Обезьян использует внешние земли, там безопасно. Что? Что ты такое говоришь? Там можно жить по своим правилам. Вот, Скавенджер, еще там последние основки древних цивилизаций. Как ты это узнал? Технология, которая заразила Лотера. Ее нашли там. А еще я построила туннель. Он идет далеко за стену. Могу показать, если захочешь. Не понимаю, ты же не работала на обезьян. А, ты же работала на обезьян. Как именно, по твоему мнению, все изменится, когда они больше не будут у власти? С их мужей. Я прочитал твою книгу, ты знаешь ответ. Их уже не будет, этого достаточно. С этим я не могу поспорить. Скоро придет революция, медленно и невзвратимо. Военные, полиция, все они лояльны обезьянам. Они пресекут любой беспорядок еще в зародыши. Умрут невинный, будет бойня. Давайте вот так. Высокие мотивы для жесткой наркоторговки. У тебя же есть флайз. Зачем рисковать всем ради такой зыбкой цели? При чем тут женщины? Это не то, чего я хочу. Я хочу настоящей силы свободы. Я же просто буду помогать тебе становиться диктаторшей. Диктаторы одинокие. Не этого я хочу. А мне с того, что доверять тебе, я рискую всем, что мне есть. И ты что, ждешь, что я сразу тебя прощу? Ты должна решить для себя. Как удобно. А ты не думаешь, что ты просто бредишь? Дело становится хуже и быстрее, чем ты можешь себе представить. Что ж, Платворд, интересно пообщались. Я могу идти или тяну что-то еще? Два дня на раздумье. Если я не уложу срок, ты окажешься на стороне проигравших и истории напишут другие. Не ты. Давай так, оставлю тебя в покое. Платворд, если я еще считаю, что ты коварный кусок дерьма, но я не отказываюсь. Будь уверен, ты рано или поздно узнаешь о моем решении. Я вообще хочу сказать, что... Думай, сколько нужно это самое важное решение в твоей жизни. Что-то как-то... Резко берут и все вот так вот переворачивают, кидают кучу новой информации. Немножко нелогично. Босс. А кто такой босс? Рене? Наконец-то. Да, в Дорсии. Легче столик выберешь. Да, в Дорсии легче столик выберешь, чем до тебя дозвониться. Приглашение, кстати, еще в силе. Ну, устарится там, пальчики оближешь. Так уж... Босс это редактор, типа? У меня появились дела. Что такого важного произошло, что ты не можешь рассказать об этом мне? К слову, обо мне. Что там с последним черновиком главы про мой департамент? Вас волнует только эта глава, сама книга вам неинтересна. Что плохого в том, что у меня есть личная заинтересованность в твоей творческой свободе. В этой свободе, смею заметить, которую больше никто не может тебе дать. Что-то мы как-то про свободу и про свободу, да? С меня довольны. Я больше не могу писать эту книгу. Рене, у тебя опять приступ? Я плачу тебе не за литературный шедевр. Просто придерживайся плана и выдавай материал. Никогда не дадите написать мне правду в этой книге. Нет никакой правды, взбалмошная эта тварь. Я заплатил тебе за книгу, и ты мне ее напишешь. Ты что, правда думаешь, что сможешь выжить без меня? Нет, я просто не хочу врать сам о себе. Рене, без меня ты ничто. У тебя есть одна никчемная книга. Работа со мной — твой шанс на успех. После этого ты больше не сможешь быть вхожей в наши круги. Книгу допишет кто-нибудь еще. Мне все равно. Ты понимаешь, что это конец твоей карьеры, репутации? Я уж позабочусь, чтобы твоя жизнь превратилась в полный ад. Неблагодарная эта тварь. Готова ко всему, что за этим последует. Готова? Не смеши меня. Ты изнеженная писак и неудачница, которая понятия не имеет, как на самом деле устроен мир. Вот мы тоже, кстати, очень много чего из этого разговора можем подчеркнуть. Мы еще посмотрим. Не хочу играть за Рене, я не хочу играть за Бладворд. Почему? Прекрасный день за окном. Почему такой поворот истории? Времени на отдых нет. Письма Гуварда. Письма Гуварда ко мне. Он не написал, где находится. Возможно, он и не знал. Подумать о записке. Так храбро с его стороны было не давать волю чувствам, предупредить меня. Теперь я знаю, что наша догадка насчет Наукограда была верна. Но какой ценой? Он может быть еще жив. Ты этого не служил, друг мой. Это я во всем виновата. На самом деле, да, ты его втащила во все. Он не хотел. Ну, я за него не хотел. Я оставил его поехать на Наукоград. Оставила... Обставила все так, будто бы это наш последний шанс. Еще и как виновата. Я закончу то, что мы начали. Любой ценой. Что бы ты сказал про предложение Бладворд? Хотел бы сейчас спросить твоего совета. Скларис сказал, что за стеной можно жить. Кто знает, может, там есть другие. Если так, то Гувард их найдет. Так, ладно, у меня еще есть дела. Сделать чай. У меня еще есть дела. Сделать чай. Черный. Он тогда сделал мне такой же. Мы знали друг друга все несколько дней. Но все уже понимали. Напоминает мне о нем. Еще я по нему скучаю. Мы же с ним действовали. Действительно шли друг друга. Это редкость. Теперь его нет. Может навсегда. Но он дал мне надежду. Надежду на то, что все можно изменить. Что у нас есть будущее. Я буду держаться. Пора. Действительно пора. А куда нам? В окно? Позвонить маме? Да ну ты же идиничек. Позвонить. Что я ей скажу? Ну давай же. Алло, кто это? Элен Лотер? Меня зовут Рене Уилсон. Я попаду в вашего сына. Артефакт. Окей, значит мы за Говарда. Мы здесь. Мы те, кто продолжился. Есть ли смысл движения? Конец строен в начало. Мы приходим в этот мир. А затем покидаем его. Раньше мы были личностью. Когда-то перед нашим взором. Во всей своей непостижимой сложности. Представим горизонт прошлого и будущего. Каким будет наш выбор. Мы выжили. Мы пошли дальше. Разделить себя на атомы. Потянуть за струны наших истоков. Пройти по этому пути до самого момента зачатия. А затем вернуться в текущий момент. Что мы видим? Предопределенность неотвратима. Произошедшее единожды произойдет вновь. Площадь снова говорит. Мы есть, мы есть, мы есть. Ничто, пустота. Предопределенность. Наверное. Примирение прошлых итераций с еще не прожитыми жизнями. То, что прошло, то, что неизбежно случится. Гудящее гармонии сущности, находящейся в постоянном становлении. Нам спокойно. Когда перед нашим взором во все свои непостижимые сложности предстанет горизонт прошлого и будущего, каким будет наш выбор? Выбора нет. Выбор сделан. Мы будем. И мы продолжаемся. Мы меняемся. Мы не можем избежать боли. Пусть боль станет частью. Наслаждаясь ее красотой. Мы меняемся, но ничего не меняем. Далеко. Мы можем играть, мы можем идти. Да, давайте. Посмотрим, что случится дальше с нашим Говардом. После его истории, после того, что с ним случилось, мне было крайне неприятно играть за Кларису и за вот это вот Рене. С точки зрения авторов было крайне бесчеловечно мне давать играть за них. Я понимаю, что они хотят подать историю в первую очередь, но, черт побери, это ощущалось так, как будто я запачкал руки, и после этого хотелось их помыть. И, по крайней мере, мы сейчас обратно играем за Говарда. В каком бы виде он ни был. Там ветрячок, кстати. Я так понимаю, что... За стеной... Ну, то есть... Давайте так. Возможно ли такое, что когда-то тут произошел... Жесткий апокалипсис. Смотрите, там руины, развалины. Возможно, это мир, который когда-то населяли люди. Но произошло какой-то трындец. Люди вымерли, а животные развились до той степени, что они стали антропоморфными. Ну, чисто теория. Ну, или же изначально этим миром правились животные, но... Что тогда случилось здесь? Это же явно последствия какой-то страшной катастрофы, или войны, или еще чего-то. Ощущаю легкое дежавю. Потому что, опять же, эту сцену мы могли бы сделать... Без того, чтобы я постоянно жал вперед идти. Вы могли бы сделать и так от сцены, где я бы просто сидел бы и наслаждался атмосферой. Эта фигня у нас захватывает, смотрите. Я ничего сделать не могу, похоже. На этом игра заканчивается. Я не думал, что будет вот так. Ладно, давайте так. Давайте, да, перейдем немножечко к выводам. Игра сама по себе обалденная. Но я очень сильно разочарован концовкой. Я настроился на то, что это будет длинная детективная история с разоблачением мафии, правительства, какими-то опасностями, интригами. И все к этому шло. Но очень сильно скомкали. Смотрите, было бы гораздо круче, если бы на глазах Говарда вот этот вот организм переселился бы на ученого. Избежал бы. Там ранил бы Говарда, допустим, как-то. И сбежал бы. А Говард потом очнулся бы в квартире той же Рене или у себя в офисе, или еще что-нибудь такое. И началась бы гонка. То есть, с одной стороны, Клариса со своей бандой пыталась бы вернуть этот организм. А с другой стороны, Говард и та же самая Рене пытались бы придать огласке существованию этого организма и все, что они делают. Вот. И на этом закрутить интригу. И... Ребят, это было бы гораздо интересней, гораздо бы логичней. А тут... Я не знаю, кто из вас в курсе вот этого мемчика, где, знаете, рисует лошадь. Сначала она выглядит обалденно, под конец она выглядит, как сделана из трех палочек. Так вот, это то, что случилось здесь. Здесь такой шикарнейший потенциал и графоний, и музыка, и атмосфера, и персонажи. Все обалденное. И оно обалденное до практически последних двух серий. Последние две серии... Это какой-то глобальный трындец. Ну уж извините. Вот тот момент, когда он оказался под мостом и разговаривал с бомжами. И второй момент, когда он оказался в лаборатории. То есть сначала нам показывают, что вроде как он заразился, и вот этим вот... биоморфом, вот этим вот, короче, организмом, он может убивать людей, как он убил, например, бобра. Просто взял шипом, убил его. Но при этом больше тот организм никак себя агрессивно не проявляет. Мы не самозащищаемся, мы дали себя как-то поймать. Не знаю, не знаю, не знаю. Ребят, так, я не помню, какая это серия, честно говоря, по... То есть там 11-12, я уже сбился, честно говоря, потому что я еще не монтировал, я только записываю. Но вот эти последние две серии все просто скатилось в никуда. То есть до этого игра только набирала. Ну, в моих глазах она выглядела все круче и круче и круче. Я же говорю, что я очень сильно переживал за Говарда. Но за вот эти две серии игра скатилась просто в никуда. Это не то, что скомканная концовка, это, знаете, вот шнурок. Если его разрубить, из него начнут вот эти вот нитки торчать, и ты их просто вот так вот слюнями вот так вот полепишь друг к другу, лишь бы оно выглядело как будто вот так вот и должен выглядеть конец шнурка. Вот то же самое произошло здесь с этой игрой. Причем, вроде как история у нас про Говарда, а под конец нам почему-то дают историю за травку про Кларису, про Рене, ни та, ни другая, они как, блин, вообще как третья нога, нафиг они нужны, я ни за одну из них не переживал все это время. Зачем вы мне их показываете, зачем вы мне даете затравки на новые истории, что где-то там за стеной, а ты мне будешь помогать, а я ухожу и не буду писать книгу. Нафиг мне это все! Зачем мне эти кусочки истории, которые никак не лепятся к основной истории? У нас основная история про Говарда, про то, как он живет и про то, что с ним случилось. Короче, смотрите, ребят, ну, нет, игра на самом деле стоящая, но вы рискуете, то есть, я не знаю, вот, если вы досмотрели до этого момента, вы, наверное, смотрели все прохождение и тогда, что я вам говорю. С другой стороны, если бы я сейчас говорил с человеком, который ни разу не играл в эту игру, она стоит своих денег, но вы рискуете получить точно такое же разочарование в конце, которое получил я. Это очень печально на самом деле. А еще печальнее, что буквально за одну неделю сразу две игры меня настолько разочаровали. Каждая, конечно, каждая по-своему и в отличие от того же от планеты Муи, которая абсолютный трэш и которую ни в коем случае нельзя покупать и играть. В эту игру купить можно, но так как она заканчивается, у меня такое стойкое ощущение, что я поиграл не в игру, что я поиграл в какую-то демку. Серьезно. Да, у нас тут серии были подлиннее и получается, сколько я в игре провел? Часов 8-9. Ну, блин, 8-9 часов. Из них последние два часа, ну, полтора часа слитый практически напрочь. Я в полном недоумении и разочарован я сейчас смотрю на то количество людей, которые над этим всем работали. Я понимаю, что это огромная работа, но я же говорю, что игра до вот этих последних двух серий она смотрелась просто шикарнейшей. Она была на уровне чего-то такого гениального. Я ее готов был сравнить из... Как это игрушка-то называлась? У меня вылетело из головы. Ну, кроме диска Элизиума, если вы помните, блин, которые называли Биошок в космосе. Ой, не Биошок этот, или Биошок в космосе. Короче, ладно, если я вспомню, скажу. Короче, с одними... Мог поставить эту игрушку на полочку с одними самых лучших, которые я играл, и эта игрушка вполне тянула на такое там, не знаю, топ-5 того, что я поиграл в этом году. Вот после этого даже, ну, допустим, что вот эти вот разговоры про застенье и всякое такое, это была какая-то затравка на вторую часть, но я банально не буду играть во вторую часть после этого. Короче, это неплохая игра. Вот самое большое самое большое недопонимание сейчас, которое происходит в моей голове, это хорошая игра, которая меня разочаровала, которая вызывает такие вот эмоции, к сожалению, не положительные, а скорее как недоумение какое-то, что ли. ее бы доделать. Ну, то есть, я же говорю, с того момента, как биоморф прыгает на Говарда, чтобы он прыгал не на Говарда, чтобы он прыгал, допустим, на ученого, и вот тогда бы вот эти вот первые 6 часов это были бы затравочкой, как знакомство с персонажами. Нам показали Говарда, нам показали вот эту мафиози-дамочку и нам показали Роне. Вот, и тогда можно было бы потихонечку открывать эти персонажи, можно было бы показать какие-то скрытые мотивы мафиози, можно было бы развернуть какую-нибудь двойную игру вот этой самой Роне, то есть, сделать вот эти первые 6-7 часов затравку, ну, типа, знакомство с персонажами, потом еще 2-3 часика разворот сюжета, потом сам сюжет, то есть, это вполне можно было бы сделать на красивые 30 часов хорошего детективного геймплея с качественной музыкой, атмосферой. Наверное, самые точные слова будут, это поворот не туда, эта игра совершила поворот не туда, а это, это печально. мы заканчиваем этот проект, мы заканчиваем с этой вселенной, к сожалению, я не знаю, на данный момент есть ли дополнительные игры по этой вселенной, но даже если они есть или когда-то выйдут, я сюда уже не вернусь, потому что, короче, ладно, вы сами все поняли, я уже слишком много чего сказал, спасибо, что были с нами, на этом Backbone заканчивается, встретимся в других игрушках, в других проектах, всем удачи, добра, бобра, все молодышек, всем покеда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok